Здравствуйте, друзья мои! Одной из самых тяжелых проблем, жгучих вопросов, которая вырастает в сердце православных христианин, это как подготовиться к первой исповеди. Вот об этом стоит поговорить отдельно, потому что первая исповедь — это просто бывает какая-то катастрофа. С одной стороны, окажется праздник, потому что человек, который первый раз побывал на исповеди сознательно и готовился к этому, пережил опыт покаяния, он действительно вылетает после этого таинства как на крыльях, чувствует удивительное облегчение на душе. И я думаю, многие из вас согласятся со мной, это удивительное чувство. И хотелось бы, чтобы и наши близкие его разделили. И самый большой труд, самая большая сложность — подготовить к исповеди детей. Вот что с ними делать, как их исповедовать, как им рассказать, что такое исповедь. Один из замечательных американских писателей, Чарльз Буковский, которого православному христианину может быть не следует даже читать, потому что он достаточно такой своеобразный автор, слишком современный, особенно в плане лексики и всего прочего. Он в одной из своих работ автобиографического характера вспоминает, как он впервые побывал на исповеди. И мы читаем этот текст и понимаем, что мальчику просто никто ничего не объяснил. Его не подготовили к тому, что происходит, что это такое, как нужно правильно исповедиться, хотя он пошел на исповеди, учащийся в католической школе, то есть он проходил катехизацию, все было как будто бы объяснено. И тем не менее из-за текста, который приводит Чарльз Буковский, совершенно понятно, что этот мальчик был посторонним. И поэтому и итог этой исповеди – холод, отторжение от церкви и просто недоумение по поводу того, зачем вообще это стоило было предпринимать, зачем эта исповедь нужна. Первый вопрос, с которым сталкиваются родители, когда готовят своего ребенка к первой исповеди, в каком возрасте следует его вести к батюшке? В каком возрасте? И оказывается, в православной церкви здесь нет единого мнения. В русской православной церкви нет какого-то конкретного документа, который бы строго-настрого обязывал исповедовать ребенка в том или ином возрасте. То есть здесь мы руководствуемся, во-первых, здравым смыслом, во-вторых, теми традициями, которые есть в вашей общине. И это очень важный момент, потому что таинство, любое таинство, и крещение, и исповедь, и причащение, и остальные таинства, на самом деле есть дело общины. Это вот тот первый пункт, до которого следует исходить. То есть если ваше общение принято так, вы все-таки должны руководствоваться теми нормами, теми обычаями, которые у вас в общине есть. Потому что таинство не само по себе, это не некий автономный акт. Вот я поисповедовался, то есть получил какие-то услуги в этой церкви, и все. Это дело общины. И не случайно в древности люди каялись, на самом деле, перед лицом всей общины. Исповеди были редки. И потому что это было самое настоящее событие. Это сейчас мы превратили исповедь в нечто совершенно обыденное. Потеряли даже чувствительность к этому таинству. Ему нужно вернуть его событийность. Так вот, и с ребенком все не так просто. То есть если вы слышите, что в этой общине, например, или в вашей общине, куда вы его хотите привести, вашего ребенка, принято исповедь, например, 7 лет. Но вы видите, что ваш ребенок еще эмоционально, психологически, интеллектуально не готов к исповеди, он не готов понять, что это такое, может быть, следует повременить. Поговорите со священником, с настоятелем, с духовником, с тем человеком, который распоряжается этим вопросом, и объясните ситуацию, что ребенок пока еще не готов к этому. То есть бывает так, что родители не в состоянии объяснить, но, с другой стороны, и ребенок бывает не готов. И я все чаще сталкиваюсь с тем, что самый, может быть, оптимальный возраст, хотя это не абсолютная цифра, это всего лишь некий общий знаменатель, это может быть даже 10 лет, может быть, даже старше. Дети очень разные, к каждому нужен индивидуальный подход. И второй момент, который следует отметить, исповедь — это не магия. Я почему это подчеркиваю? Потому что многие родители полагают, что если ты ребенка подтолкнешь к священнику, и там батюшка уже сам все сделает, вот он что-то там ему скажет, такое какое-то важное слово, что-то такое прошепчет, и все само собой совершится. Так вот, на самом деле, ребенка нужно готовить к исповеди. С ним нужно поговорить, и этим заниматься должны именно родители. Именно родители. Может быть, у вас есть какой-то близкий друг, или крестный, или бабушка с дедушкой имеют доступ к душе ребенка. Может быть, вы им это доверите. Но подготовить ребенка к исповеди обязательно нужно, непременно нужно. И вы тут не отделаетесь общими фразами. Вы должны понять язык своего ребенка. То есть, это проверка, на самом деле, на вашу родительскую состоятельность, на то, имеете ли вы контакт с своим собственным чадом. Как вы понимаете его духовную жизнь? Как вы понимаете эмоциональную жизнь? Потому что от ребенка, знаете, многие ждут некоторых естественных действий. То есть, вот я его родил, я же его кормлю, он одет, сегодня вот купали. Водил в зоопарк. Все замечательно. Что ему еще от меня нужно? Нужно огромное внимание к тому, что происходит в душе у ребенка. Причем у детей, особенно у детей до 18 лет, это развитие происходит настолько стремительно, что нужно ежедневно сверять часы этой духовной жизни. Ежедневно в речи, в беседе, в наблюдениях, в очень деликатных, в очень осторожных, видите, на что обратить внимание, что не заметить, что подчеркнуть, где устраниться, на что закрыть глаза. И исповедь, еще один момент, который следует здесь пояснить, не есть формальные действия, то есть нужно свести ребенка к батюшке на исповедь, потому что так положено. Таким образом, ребенок пройдет на самом деле мимо исповедь, то есть вы ему расскажете, вот на самом деле нужно делать так, то есть вот ты к батюшке подойди, скажи, что я вот грешен тем-то и тем-то, Гришку бил, у Наташки отобрал конфету, что еще, и обязательно скажи, что ты не слушаешься родителей. Он делается, знаете, простым формальным перечнем этих прегрешений, которые ему предписали. То есть видит родителей счастливы, все рады, все улыбаются, ведь дети большие манипуляторы, они легко очень подстраиваются под ожидание, но внутри ничего не произойдет. Я даже считаю, что, может быть, не следует ребенка тащить на исповедь, если вы понимаете, что он не готов, если он не понимает глубину таинства, может быть, не стоит его вообще к исповеди подводить. Звучит это несколько радикально, но по опыту по своему и педагогическому, и священническому могу сказать, что такие пустые исповеди, формальные, они ни к чему не приводят. То есть человек как будто бы был на исповеди, но события личного не произошло, а мы все-таки должны делать акцент на личном событии, на том, что это часть истории, причем очень важная часть, очень важная, хотя, конечно, бывают такие случаи, когда даже формальная исповедь вдруг высекает искру в человеке, и что-то происходит. И последний момент. Ребенок должен знать священника, которому он исповедуется. Это очень важно. Совершенно закономерный вопрос. Почему я должен открывать какие-то секреты своей души, тайники своего сердца человеку, которого я первый раз вижу? Это совершенно естественный вопрос. Поэтому вы не только должны подготовить ребенка к исповеди, он должен знать церковь, в которую он ходит, он должен знать людей, которые там стоят, он должен иметь привычку уже ходить сюда в церковь, ничего не бояться, он знает, где что происходит, он понимает запахи, он знает, что ли, ритм богослужения, хотя бы даже в основных его чертах. Но он еще и священника должен принимать за своего. То есть это батюшка наш. Он знает его имя, он с ним общался, он с ним здоровался, держал его за руку, брал у него благословение. И это большая ошибка, если вы все эти моменты, которые я сейчас озвучил, упускаете. То есть таинство как исповедь, как дело общины, исповедь как церковное событие, подготовка, эмоциональная подготовка ребенка, внимание к нему, и, конечно же, общение со священником, личное общение. Вот эти моменты, они очень просты, но их следует учитывать непременно, если вы готовите своего ребенка к первой исповеди. И не бойтесь, если она пройдет не так, как вам хотелось, и может быть даже формально, и огонек не загорится, ничего страшного. Бывают такие неудачи в нашей духовной жизни, которые потом неожиданно прорастают, спустя много лет. Поэтому даже неудачная исповедь, она может быть точкой отчета, самым первым звеном в будущем духовном росте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok